В Акмолинской области региональный этап конкурса выставки «Лучший товар Казахстана» прошел в новом формате. Впервые в рамках престижного смотра была организована масштабная ярмарка продукции местных производителей Ахмола-Унемдера. Это вызвало большой интерес к выставке не только членов экспертной комиссии, но и рядовых покупателей, которые могли из первых рук приобрести понравившиеся товары по доступным ценам. То есть это большая линейка тех товаров, которые производятся у нас в области. Еще одной особенностью сегодняшней выставки является то, что наши товаропроизводители могут реализовывать свою продукцию нашему населению по социальным ценам. Непосредственно в самом конкурсе приняли участие 69 компаний региона. Среди них как крупные и известные на всю страну производства, так и только встающие на ноги представители малого и среднего бизнеса. Еще одна особенность нынешней выставки – возможность выставить свою продукцию получили предприятия, которые были запущены в рамках проекта «Бизнес Бастау». Вы знаете, что Томикен уже второй год подряд обучает по территории всей республики Казахстана безработных, самозанятых предпринимательств. И сегодня наши первые выпускники прошлогодних обучений выставили свою продукцию. Мы будем их дальше сопровождать, помогать выходить на новый уровень, на новые рынки. Одно из таких предприятий – Теолу Манш. Директор – Лабар Абдугапарова, продолжатель семейной династии. Ее дедушка и мама были обувщиками. Сама женщина и ее муж – дипломированные технологи по пошиву обуви. Пройдя обучение по проекту «Бастау», семейная пара в 2017 году расширила свой бизнес – цех по пошиву обуви. Изучив рынок, решили сделать упор на детскую обувь. Наша детская обувь, как вы видите, сделана по старым технологиям. Мы делаем только кожу, но, естественно, выдерживаем все стандарты. Кожу, конечно, мы берем тоже казахстанскую. Сейчас в данный момент в Южно-Казахстанской области делается кожа. Мы берем все, сотрудничаем с ними, берем у них кожу. И для детской обуви мы шьем, кроме детской, и взрослую. Мы шьем женскую, мужскую. Сейчас планируем шить ортопедическую обувь, потому что в этом есть необходимость. У нас есть опыт работы, большой опыт работы. У нас три технолога, инженеры все. И они, конечно, мы готовы работать для своих казахстанцев. А вот трикотажное предприятие «Арман» существует более 20 лет. В коллективе понимают – участие в конкурсах – это стимул для развития. Мы привезли и детский ассортимент, и взрослый ассортимент, школьную продукцию, школьную форму. Поэтому все из трикотажа, там новинки наши, которые жакеты, новенькие. И есть у нас сейчас, теперь мы производим не из полушерсти, а из пряжи хлопчатобумажной. Мы уже не первый год участвуем. Мы участвовали в 10-м году, в 12-м, в 14-м, в 16-м, и вот теперь в 18-м году. Но каждый год мы занимаем какие-то места, ну не первое, но второе, третье места в номинации товара для населения. В этом году нас пригласила палата предпринимателей. Мы первый раз участвуем, ну надеемся на победу. Если в конкурсе производственный кооператив «Ижевский новичок», то на рынке это ветеран. Основанное в 1951 году многоотраслевое хозяйство производит сегодня более 70 наименований продукции. Мы «Ижевская птицефабрика», производим мясо птицы. Также более 70 наименований у нас производства. В данный момент представлено в районе 15 наименований. В год мы производим более 320 миллионов яиц. Я думаю, эти мероприятия очень полезны, так как мы узнаем, во-первых, своих конкурентов. Люди узнают нашу продукцию. Поэтому это очень полезно. Для каждого товара производителя важно, чтобы его товар продвигался, дальше по рынку доходил до потребителей. И на сегодняшний день республиканская конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» уже тоже оправдала себя. Согласно условиям республиканского конкурса в состав экспертной комиссии входит 9 человек. Это специалисты в области сертификации продукции, внедрения систем менеджмента качества, представителей различных профильных ассоциаций, госорганов. И перед ними стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших. «Каждый предприниматель, у него был альбом, в этом альбоме в голосе шла его техническая характеристика, все его награждения, какие сертификаты, какие дипломы, та же самая благотворительность посмотрели, тоже там есть. Потом какие заслуги, какого качества товар. Поэтому мы смотрели, в первую очередь, это на качество, на экологически, что это товар. Потом, насколько он, наверное, известен тоже». В этом году организаторы внесли еще одно новшество. По итогам выставки региональная палата предпринимателей издаст каталог лучших товаропроизводителей Акмулинской области, в который войдет полная информация о компаниях и их продукции. Предприятия, открытые в рамках проекта «Бастау», стали полноправными участниками престижного конкурса и в Североказахстанской области. Причем товары, только набирающих обороты производств, ничем не уступали уже именитым и крупным компаниям. По данным организаторов выставки, в развитии малого и среднего бизнеса региона отмечается положительная динамика. Каждый год открываются новые предприятия, причем в тех сферах, которые ранее были непопулярны в регионе. «Сегодня на выставке принимают участие более 50 производителей, среди них как крупные предприятия области, давно полюбившиеся бренды, так и есть и новые организованные предприятия, которые впервые принимают участие на выставке. Это проекты «Бизнес Бастау». На сегодня мы уже профинансировали 150 проектов, из них вы часть проектов можете сегодня видеть на выставке. «Сегодняшние мероприятия у нас направлены именно на популяризацию, повышение качества, повышение конкурсспособности нашей продукции. И с года в год у нас наши предприниматели осваивают новые виды продукции, которые ранее в нашей области не производились. Это нас очень радует». На выставке были представлены продукты питания, одежда, обувь, строительные материалы, электротехническое оборудование. И все под маркой «Сделано в Северном Казахстане». Популярность конкурса среди товаропроизводителей растет. Вот и Жомарт Кусаинов впервые решился представить свой товар на такой престижной площадке. Получив от государства грант 4 года назад, он наладил выпуск кожаных изделий, сумок, портфелей, верхней одежды, а также спортивного инвентаря. Признается, что было сложно, но сегодня предприятие настроено на повышение конкурентоспособности своей продукции. «Сами выделываем кожу, сами производим и сами продаем. Сейчас в данный момент исполняем государственный оборонный заказ, офицерские планшеты шьем. Планируем в будущем, чтобы наша продукция была конкурентоспособна. Единственное, наши конкуренто – турецкие и китайские производители». А кондитерская «Визави Компани» – постоянный участник конкурса выставки. Для коллектива это своеобразный ориентир в развитии. «Для нас уже традиция, и, скажем, каждый год мы приходим с какими-то определенными уже достижениями новыми, успехами, новинками, как по ассортименту, так и по количеству. Ежегодно мы увеличиваем выпуск своей продукции. Мы двигаемся от результата к результату. Если нас оценивают высоко, значит, мы на правильном пути, продолжаем двигаться в том же направлении, совершенствуемся и опять участвуем». И не зря. ТО «Визави Компани» в числе девяти предприятий региона по итогам конкурса было удостоено заветной статуэтки. «Визави Компани» Получив признание в регионе, теперь компания «Визави Компани» и победители будут отстаивать честь своих областей уже на республиканском этапе конкурса в Астане, куда 12-13 октября съедутся 153 лучших товаропроизводителя со всей страны. И уже там решится главный вопрос конкурса. Продукция какого отечественного предприятия станет обладателем почетного звания «Лучший товар Казахстана»? Продукция какого отечественного предприятия «Лучший товар Казахстана»? Продукция какого отечественного предприятия